Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич ознакомились с продукцией промышленных предприятий Чуваши. Выставка расположилась в Ледовом дворце Чебоксара-Арена. Особый интерес участников совещания вызвала продукция предприятий электротехнического кластера. Более 100 тысяч наименований изделий расходятся по всей России. Последнее наше событие это энергобуз Крым. Это Олимпиада в Сочи, это космодромы в Восточной. То есть наше предприятие пускает всю систему защиты и автоматы. Мы управляем всеми энергоподобными потоками. В ближайшем цвете это чемпионат мира футбола. Федеральное министерство готово оказать всевозможное содействие для освоения зарубежного рынка. Здесь нужно посмотреть, как нам обеспечить вам поддержку по экспорту. И в части создания, например, авториальных парков, в части зарубежных рынков. Так, раз, значит, как раз компенсация затрат на логистику, на сертификацию на своеобороны на зарубежных рынках. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рекомендовал внимательно изучить все возможности, чтобы предприятия знали, на какую поддержку со стороны государства они могут рассчитывать. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика. Заседание Координационного совета длилось более трех часов. Предложения его участников лягут в основу программы по развитию промышленности в стране. Мы ставим перед собой абсолютно реалистичную задачу к 2025 году занять как минимум 50% рынка российского. С учетом того, что есть и экспортный потенциал, а на сегодня из всего объема производства пищевого машиностроения порядка 30%, то есть треть, отправляется на экспорт. Ну и, кстати, вот Чуваш Оргтехника, на которой мы сегодня были, предприятие, которое производит разного вида оборудования и кухонного, и уже двигается дальше по производственной цепочке, отправляется на экспорт в ведущие страны мира. Поэтому это говорит о том, что есть потенциал, есть возможности, и мы в этом году при поддержке и президента страны, при поддержке председателя правительства запускаем программу поддержки пищевого машиностроения в объеме миллиард рублей. Это только касается компенсации скидок предприятий этой отрасли, которые будут поставлять свою продукцию потребителям до 15% стоимости своей продукции. Если взять за результаты 2016 года и общий объем мер государственной поддержки, больше трети приходится на ПФО. Почему? Потому что активные регионы, полпредства работают и, соответственно, взаимодействуют, помогают предприятиям на промышленности добиваться результата. Ну и нужно создавать условия сегодня для того, чтобы наши отечественные предприятия закупали именно отечественную продукцию пищевого машиностроения. Почему? Потому что действительно инерция большая сегодня в этом процессе, очень много импортного оборудования закупается. Вот мы сегодня на предприятиях, на которых были, и на выставке задавали один и тот же вопрос, какой уровень локализации? 40-60%. То есть огромный потенциал развития для отечественного пищевого машиностроения. Инициатива регионов на сегодняшний день поддерживает федеральное правительство, но и федеральный министр промышленности и торговли, если важно. А касаясь создания благоприятных условий для развития малого бизнеса, среднего бизнеса и крупного бизнеса, конечно, у нас появилась для этого возможность. Мы создали этот фонд. Есть соответствующее поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И мы еще, создавая эти условия, дадим дополнительные инструменты нашим бизнесменам. И на прорывные проекты, на инновационные проекты будут выделены соответствующие средства. И на самом деле это очень правильная государственная политика, которая направлена на повышение качества жизни граждан Российской Федерации.